Рихард Эйгим без пяти минут банкрот? Судя по всему, да. Распродажа его недвижимости с молотка за долги продолжается. И объявления подобного рода стали уже делом обыденным. Так, в конце мая в официальном издании Латвийской Республики газете Latvies Westnesses было размещено объявление о проведении очередного аукциона. На сей раз речь идет о продаже квартиры господина Эйгима, которая находится в Даугайплсе на улице Иммонта, 47. К квартире прилагается гараж и земельный участок, владельцем которых также является Рихард Эйгим. Взыскательным выступает эстонская компания Plus Plus Baltic. Аукцион назначен на конец июня. Следует отметить, что в феврале этого года на открытом аукционе было продано здание на улице Арду, 38А. Некогда здесь находился центральный офис фирмы Рихарда Эйгима – Stalkers. Долгие годы он находился в запустении и был обременен сотнями тысяч долговых обязательств. К слову, тогда решение судьи земельной книги, утвердившего итоги аукциона, Рихард Эйгим попытался оспорить. Не сам, а от лица двух компаний – Кимискис Шкедрес Рупница и Хоккея Клуб Сталкерс. Хотя ни завода, ни этого клуба уже давно нет. Есть мнение, что господин Эйгим таким образом хотел затянуть рассмотрение данного вопроса и вернуться к нему уже после муниципальных выборов. Увы, все эти подуки оказались тщетными. Сделка была признана законной, и сегодня у бывшего офиса Сталкерса, который был гордостью и оплотом Эйгима, теперь новый хозяин. Так что же на сегодняшний день осталось у господина Эйгима? Фирмы Сталкерс Д и Кимискис Шкедрес Рупница находятся в стадии ликвидации. Компании Сталкерс уже не существует. Деятельность Хоккея Клуб Сталкерс, судя по балансовым счетам, который принадлежит Мотель Гарден, иначе как вяло текущий и не назовешь. А тут еще кредиторы и до квартиры добрались. Того и гляди, на улице окажется депутат Сейма господин Эйгим. Продолжение следует...